Впервые силовики обратили внимание на гражданина Великобритании в августе прошлого года. Автомобиль, в котором ехали Бочиус и его знакомая Елена Станкевич, остановили полицейские. Обыскав машину, оперативники нашли почти 4 грамма гашиша, за что Бочиуса и Станкевич оштрафовали. Спустя несколько дней полицейские наведались в съемную квартиру иностранца, где, по данным следствия, в кармане его одежды было обнаружено еще более 30 граммов зелья. Бочиус утверждает наркотики, ему подкинули. «Я не могу признаться в преступлении, которое не совершал. Я не виновен, я не признаю своей вины». Адвокат Бочиуса от общения с прессой отказалась. По данным следствия, ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался. Как говорит он сам, наркоманом не является, а просто иногда употреблял гашиш, чтобы расслабиться, за что теперь поплатился свободой. «Было исключено приобретение, незаконное приобретение наркотического средства. Я полагаю, что в данном случае приговор законен и обоснован». Вынося приговор, суд учел положительные характеристики Бочиуса и наличие у него маленького ребенка. Три года осужденный проведет в колонии общего режима. Это минимальное наказание за хранение наркотиков в крупном размере. В срок заключения войдут и почти пять месяцев, которые Бочиус провел в СИЗО. Павел Баймаков, Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok